Это и 20-й тоже, но основная тематика была в 19 веке. И сегодня мы поговорим об очень интересной теме, но поначалу буквально пара важных слов о том, как мы будем существовать. В предстоящий час вы можете задавать вопросы в комментариях, трансляции в YouTube, и потом лучшие, наиболее интересные вопросы наш модератор отберет, и я постараюсь с удовольствием на них ответить, насколько это возможно. Но остальное вы видите на экране. Вот так мы будем жить сейчас. И позвольте теперь уже перейти непосредственно к нашей интригующей теме. Я специально старался так ее сформулировать, подобрать. Чтобы, с одной стороны, предвосхитить мой грядущий курс в Традариуме, о котором я скажу, может быть, уместнее в конце пару слов. А с другой стороны, чтобы заинтересовать как можно большее количество слушателей по одной простой причине, потому что меня самого ужасно волнует и занимает, как историка, как исследователя, как филолога, вообще очень любопытного человека по жизни. Жизнь существования публичных женщин, поясню, почему я так их называю, в России, в Российской империи, а еще точнее преимущественно в Петербурге, в столице империи в середине XIX века. Вот здесь, на этой заставке, вы видите изображение слева такой вот дамы без камелии. У камелии цветы знаменитые, в руках у нее нет цветов, у нее зонтик. Вы видите, она выставила одну ножку вперед, улица пустынная. И на самом деле это, конечно, не Петербург, как вы можете догадаться, по архитектуре и, возможно, даже по фасону одежды. Это Франция, это Париж. Несколько слов тоже я скажу сегодня в ходе нашего разговора и о Франции. Но вот эта картинка очень, кажется, мне подходящей одного из художников, известных французских, потом еще он будет сегодня у нас. Подходящий для окна, для введения в нашу беседу, потому что женщина одна. И женщина торгует собой, выставляет себя, и она еще неплохо выглядит. Сегодня мы увидим с вами, что были очень разные траектории, очень разные трагические судьбы. Об одной из самых таких душесчипательных и уникальных личных историй, персональных историй одной из проституток, публичных женщин в середине XIX века. Я их более подробно расскажу. На самом деле их были десятки, их были сотни в таком большом городе, мегаполисе, как Петербург. Почему я называю этих женщин публичным? Вы видите картинку. Опять же, картинок будет много. Картинка и знаменитая цитата из Ромео и Джульетты Уильяма Шекспира, которая стала крылатой. Афоризм. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Обычно этот афоризм употребляют тогда, когда хотят четко обозначить, что как ни называй какую-то сущность, какой-то предмет, какое-то явление, какое-то явление, его специфика, его характер, его свойства от этого не меняются. На самом деле это и правда, и неправда. Возможно, для каких-то физических материальных предметов в виде дерева, стола, стула, не знаю, там, автомобиля, это действительно так. Но когда мы имеем дело с феноменами культуры, когда мы имеем дело с людьми, живыми людьми, мне кажется, как историку культуры и литературы, что это не совсем правильно абсолютно не обращать внимания на те слова, которыми мы пользуемся, чтобы называть вещи и живых существ, естественно, если мы говорим о людях. Так вот, я не стану называть и в своих работах, и в своей книжке, потом покажу книжку крупным планом, я не стану называть этих женщин проститутками, хотя такое слово использовалось в их эпоху, и довольно широко, начиная с 1860-х годов, в России оно циркулировало. Во Франции еще раньше, в Англии еще раньше, в первой половине 19 века. Почему я избегаю этого слова? Потому что в 19 веке имела очень широкое хождение и, можно сказать, доминировала определенное понимание, определенная модель, определенная на государственном уровне зафиксированная парадигма восприятия этого феномена, торга женским телом, которая получила название уже в современных исследовательских работах как модель девиации или отклонения от нормы. Что это значит? Это значит, что все такие женщины, которые выходят на панель или принимают дома, а я о них еще скажу о разных типах, являются ненормальными. Их поведение отклоняется от нормы, они по какой-то причине сошли с стези благородной, на почву греха, разврата, и что-то в них не так. Они либо ущербные с рождения, либо что-то нагломилось в их внутреннем стержне в течение жизни, и восстановление не подлежит, и их нужно содержать в специальных домах, в домах терпимости. Дом терпимости – это калька с французского языка, потому что именно во Франции, в наполеоновскую эпоху, в начале XIX века, была впервые в Европе придумана вот такая государственная система контроля за проституцией. И Россия скопировала эту систему, и, по сути, восприняла всю вот эту идеологию, всю эту модель смотреть на вот этих несчастных женщин, или иногда наоборот, очень хорошо устроивших свою жизнь женщин, в материальном плане, я имею в виду. Вот восприняла эту модель, и до 1917 года, до февральской, потом Октябрьской революции, ее, в общем, использовала. В рамках этой модели проституция фактически сначала во Франции, а потом в России, начиная с 1843 года, была легализована. Это не значит, что это поощрялось, это занятие торг телом поощрялся, от них нет. Он был запрещен, но государство пошло на компромисс, и Министерство внутренних дел, которое контролировало, в ведении которого находился надзор за публичными женщинами, вот оно пыталось это все контролировать. И еще раз повторяю, вот главная доминирующая идеология, идея, стоящая за этим контролем, заключалась в том, что вот есть такие элементы общества, как тогда говорили, они отклоняются от нормы, и мы должны, чтобы их сдержать, мы должны их контролировать, мы должны их как-то ограничить и загнать вот в эти дома терпимости, или их еще называли в просторечии, как вы увидите дальше, бордели, опять же, французское слово, или бардак, более просторечное русское разговорное слово, которое употреблялось широко в XIX веке. В XX веке и в нашу современную эпоху науковые, да, социальные, гуманитарные далеко ушли вперед, и хотя проституция и торг телом никуда не исчезли, сексуальные услуги никуда не исчезли, как мы все хорошо знаем, их оказалось невозможным искоренить ни в одной стране, но изменилось восприятие этого феномена. И поэтому сегодня вот историки, в том числе я, стараются избежать оценочного навешивания ярлыков, и не употреблять слово проститутка, проституция, если мы говорим вот так вот повседневной речи, потому что, и в исследованиях, потому что слово проституция, к сожалению, содержит очень негативные оттенки значения в себе, как бы моральный упор. А как мы увидим сегодня, я вам покажу на нескольких примерах, далеко не всегда, далеко не всегда женщины, торговавшие собой, делали это из-за того, что они были внутренне порочны, или из-за того, что кто-то, или из-за того, что они, значит, по доброй воле вступили на этот путь. Очень часто, и мы это знаем и по современности очень хорошо, среда, условия, нищета, отсутствие любых форм материальной или другой культурной какой-то поддержки со стороны общества толкало их на этот путь. И по мере того, как условия менялись, количество публичных женщин, например, в том же Петербурге к началу 20 века, если сравнивать с серединой 19, вроде бы даже сокращалось постепенно. Но это, опять же, очень трудно поддается подсчетам, и вот по какой причине. Дело в том, что все, что мы знаем сегодня о жизни, нравах, повседневности публичных женщин и разных других женщин, которые, может быть, не так открыто оказывали сексуальные услуги в столице империи в 19 веке, основано, как правило, на двух типах свидетельств, на двух типах источников. Вы их видите на экране. С одной стороны, это художественная литература или великая русская классическая типа Достоевского, который во многих своих произведениях, как мы хорошо помним, даже из школьной программы, изображал падших женщин. Одна Соня Мармеладова, чего стоит, или Лиза, публичная женщина из борделя, к которой едет герой и проводит с ней ночь герой записка с подполья. Или, с другой стороны, не такая великая, но массовое широкое хождение билетристика в XIX веке тоже очень много внимания уделяло вот этому социальному типу несчастных падших созданий. В качестве примера приведу знаменитый, прогремевший в 1860-е годы, с 66 по 68 год он печатался, роман Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы». Может быть, кто-то смотрел сериал, в 90-е годы был такой популярный телевизионный сериал «Петербургские трущобы», который более или менее по тексту, хотя с некоторыми отступлениями, воплотил на экране постсоветскую эпоху вот этот непобуйство слова «культовый роман», потому что тираж был очень хороший у него, хорошо продавался. И вот там вот львиная доля повествования посвящена нескольким траекториям, разным траекториям нескольких публичных женщин, в частности Маши Поветиной, которая родилась в очень благородной дворянской семье, но в силу определенных стечений обстоятельств вступила, была вынуждена, собственно, вытолкнула. Попала на панель, потом попала в публичный дом и пошло-поехало. И, в общем, она так фактически не смогла выбраться из этой ямы. Ну и много можно, я могу долго перечислять художественные произведения в XIX веке вплоть до знаменитого романа или повести Александра Ивановича Куприна «Яма», который тоже был снят, сериал уже более поздний. Оставлю эту линию, потому что она отклоняется от нашей темы. Сегодня мы говорим именно о втором типе источников, откуда мы знаем о жизни публичных женщин из документов. На одном полюсе у нас художественные тексты, которые могут содержать определенный элемент фантазии, воображения, работа воображения писателя. А с другой стороны у нас есть, слава Богу, кое-какие документы. Но с ними тоже проблемы. Документы бывают какого типа? Бывают официальные документы, например, Министерство внутренних дел, которое ведало проституции во всех городах и весях Российской империи. Внутри себя содержало специальный департамент, который занимался врачебным надсмотром и контролем за публичными женщинами. И велась определенная статистика, врачи должны были осматривать публичных женщин, в первую очередь в борделях, ездить, может быть, даже по квартирам, об этом я еще скажу. И все это протоколировалось, собиралось, централизованно по всем городам, подавалось наверх, стекалось в Петербург и сохранились в архивах довольно представительные массивы документов, содержащие вот такие цифры, статистику, сколько в каком городе работает женщин такого поведения и так далее и тому подобное. Другого типа источники личные это когда до нас дошли, например, письма или дневники этих женщин. Но, к сожалению, вот таких источников у нас практически нету по 19 веку. Это проблема и вот уверяю вас, я как человек, который очень много лет жизни посвятил поиску таких документов и нашел в итоге, сейчас расскажу. Это большая проблема для нас всех, потому что есть большая разница между государственными такими официальными документами и личными документами. Вы все это прекрасно знаете, каждый из нас это чувствует, когда мы пишем друг другу сообщения, например, письма, и мы используем определенные слова, мы очень откровенны можем быть друг с другом. А другое дело, когда мы пишем какую-то автобиографию или документ подаем о своем жизни описания на работу или во всех этих официальных структурах наши профайлы, они все содержат обезличенную стандартизованную информацию о нас. Кроме того, даже если несчастные женщины попадали под этот врачебный контроль или не дай бог их судили за что-то, за нарушение этого порядка, распорядка жизни, поведения, прохождение медосмотра, профосмотра, извините за каламбур, в рамках этой системы, вот если дело доходило до суда, то мы знаем несколько таких документов, они опубликованы, судебных процессов, допросов каких-то, показаний, вот женщины, конечно, в этих показаниях говорят то, что в первую очередь то, что от них хотят услышать, тем более под давлением, мы все, к сожалению, знаем, особенно в сегодняшних условиях, как даются показания, как они выбиваются очень часто, 19 век тоже не был в этом плане идеальным веком, к сожалению, и полицейские, жандармы очень часто просто злоупотребляли своим положением и, естественно, оказывали давление на забитых женщин. Поэтому мы вынуждены, как историки, когда мы пытаемся понять, как жили эти люди, как они работали, какие у них проблемы были, какие риски были, чем они могли заразиться, как они влюблялись, могли ли они вообще испытывать какие-то чувства друг к другу. Мы не можем полагаться только на официальные документы. Они нам ничего просто не дадут и не дают. И поэтому мы, в частности я, просто счастливы, если к нам в руки попадают какие-то уникальные, редкие очень документы, повествующие иногда от первого лица о жизни падших несчастных этих женщин. Здесь самое время заметить, вы обратили внимание, что я несколько раз уже вместо слова проститутка или даже публичная женщина употребил такие эпитеты прилагательные, как падшая, несчастная. Вот это на самом деле еще одна опция, еще одна возможность, как можно было уже с середины 19 века осмыслять феномен проституции в России, как можно было их называть, погибшие, но милые создания. Вот такая строчка, ставшая даже вошедшая в стихотворение и вот в этот, кстати, перелесну назад, попавшая на гравюры художника Лебедева, создавшего специальный альбом в 1853 году. На эту тему вы видите вот курящая дама завлекает в шале, немножко приоткрыв грудь, кавалера сладострастно взирающего и уже предвкушающего последующие, так сказать, события. Вот такая была еще парадигма осмысления публичных женщин. Она больше, так сказать, импонирует исследователям и многим простым обывателям, просто потому, что она пытается как бы искупить вино этих женщин, приподнять их над этой грязью всего того ужаса и мерзости, в которых они оказывались в оказывая услуги в публичных домах и на квартирах. И вот сейчас мы подходим к типологии, на самом деле, уже ближе, ближе, все ближе и ближе к тому, как выглядел день или даже ночь, точнее, таких созданий в Петербурге. Что важно здесь сказать? Какие типы женщин существовали? Это условная классификация, она предложена и до меня исследователями, я лишь как бы выделяю, суммирую в такой короткий список наиболее значимые и распространенные амплуа и роли и, собственно, положение вот на этой лестнице достатка и заработка на самом деле среди гораздо более широкого числа различных траекторий и моделей существования женщин публичных в столице. Давайте начнем с нижнего яруса, с номера четыре. Это самые дешевые, самые доступные женщины, которыми могли воспользоваться даже те, у кого не было, не знаю, ни гроша за душой. Это солдаты, которые болтались по Петербургу, например, в увольнительных, бедные слои населения, мещане, крестьяне, которые приезжали на заработки, так называемые отходники из соседних губерний, из Новгородской, Ярославской, Костромской, вот из этих губерний, как правило, на сезонную работу приходили в Петербург крестьяне, оброчные до 61-го года, до отмены крепостного права, если мы говорим о середине века, и где им можно было найти вот такую легкую добычу. Было несколько районов в Петербурге, самая известная это Сенная площадь, до сих пор она так и называется, ну там с перерывом на советское время, Злачный район, или там район Екатеринговского проспекта, ныне проспект Римского Форсакова в Петербурге, то есть понятное дело это не центральные улицы, не центральные артерии типа Невского, Лиговского проспекта, не все те кварталы, которые максимально приближены к Зимнему дворцу, наоборот, логично предполагать, что самые дешевые публичные женщины располагались вот в таких удаленных точках, и все пребывающие в Петербург, и живущие в Петербурге мужчины естественно знали, где их можно было найти. Недалеко от Синой располагалась знаменитая Вяземская лавра, вот такое кощунственное название для доходного дома, принадлежащего владельцу по фамилии Вяземский, сейчас, к сожалению, не помню родственник ли он князя Петра Андреевича Вяземского, надо проверить, я забыл, честно говоря, возможно. Короче говоря, большой доходный дом, в котором целые этажи были сданы под квартиры, куда приходили мужчины в поисках дешевого или чуть более дорогого секса. Откуда мы знаем об этой Вяземской лавре? На сей раз как раз в первую очередь из художественной литературы, потому что Крестовский в петербургских трущобах в мельчайших деталях описывает несколько этажей, несколько ярусов, ценовых ярусов Вяземской лавры и как там была жизнь устроена, какие там были драки, чем там пахло, сколько стоили услуги, кто туда приходил, какой контингент, какие там были известные персонажи, какие там были мадам, их также могли называть тетки, мадам или тетки, это хозяйки борделей или хозяйки многокомнатных квартир, которые, собственно, и распоряжались жизнью и телом вот этих несчастных девушек оказавшихся, и женщин оказавшихся в этих публичных домах. Следующий, да, и что важно сказать, цена в середине 19 века вот таких уличных незарегистрированных сразу же скажу, забегая вперед публичных женщин, была несколько копеек. Несколько копеек, это очень дешево. Некоторые, в принципе, были готовы даже за краюшку хлеба, за еду. Такие случаи тоже описаны в литературе и художественной, и в отчетах врачей, которые стали появляться в печати уже начиная с конца 1860-х к сожалению, до 1869-го года в публичном доступе в виде книг, брошюр или публикаций в журналах никаких медицинских отчетов не публиковалось, во всяком случае, мне не удалось найти ни одного, только архивные источники у нас есть. А вот с конца 1860-х годов уже появились публикации, из которых по свежим, так сказать, следам врачи делали выкладки, предлагали обзоры того, как ведут себя женщины, чем они болеют и прочее. Следующий уровень более успешный это бланковые или билетные публичные женщины. Такое название закрепилось по наличию билета или бланка, который как раз и выдавался вот этим врачебным надзором женщинам подлежащим учетом. И даже в интернете вы можете на уровне Википедии найти, как выглядел фотография, как выглядел, я не стал эту фотографию включать, репродукцию, как выглядел такой небольшой документ, он действительно был, их называли еще желтый билет, потому что они были, как часто бывает бумага такого песочно-желтого цвета в 19 веке, и туда было вписано имя отчества, там, дата рождения, вот такие формуляры должны были быть у каждой женщины, которая содержалась в бардаках, борделях, и каждый год она должна была проходить осмотр, у нас заносились отметки докторами о состоянии ее здоровья. стоимость таких женщин конечно была уже повыше, да, и она могла достигать уже рубля, а то и двух, и может быть даже трех рублей, цены на, сразу говорю, цены на конец 1850-х годов, до этого они могли быть ниже, соответственно, да, из-за инфляции, дальше, после отмены крепостного права они росли, потому что там в конце 50-х годов был очень серьезный финансовый кризис в России, и большая инфляция, прямо как сейчас у нас в России, и цены конечно росли, в том числе цены росли не только на еду, как можно догадаться, но и на сексус. Второй, вторая позиция в нашем списке, еще более фишенебельная, да, это женщины, которые не хотели регистрироваться по разным причинам, да, я не буду сейчас обсуждать, очень разные причины могли быть, и они могли принимать клиентов сами, так сказать, с усами на собственных квартирах или на съемных квартирах, очень часто это были многокомнатные квартиры в доходных домах, во главе которых стояли квартиры или домов так называемые тетки, я уже упоминал, или мадам, но название более характерное для борделей, а вот здесь это, как правило, не такой был большой размах, как у борделей у этих квартир, это могло быть несколько комнат, ну там, не знаю, 3-5 комнат, не было гостиной, как в борделе, в которых стоял, как правило, рояль, и была некоторая такая публичная зона в борделе, подчеркиваю, да, это мы вернулись на шаг назад в третью позицию, некоторая такая публичная комната, да, общая комната гостиная, с которой начинался вечер, играла музыка обычно, играл топер, на фортепиано, или на гитарах могло быть исполнение, могли даже какие-то быть песни, легкое угощение, а потом уже расходились по комнатам, так вот, на частных квартирах такой роскоши могло не быть, и клиенты могли уходить сразу же, зайдя в квартиру, да, по распоряжению тетки, могли уходить с дамами, удаляться в комнатке, и там уже получать то, что они хотели получить. Ну и, наконец, да, естественно, про цену тоже я могу сказать, на квартире цена могла быть примерно либо такой же, как в бардаке, либо чуть повыше даже, потому что обстановка, да, более интимная, менее публичная, соответственно, меньше свидетелей, да, поэтому, соответственно, и стоимость услуг гораздо выше. Ну и, наконец, мы дошли до самого высшего, топового, так сказать, уровня, это содержанки или знаменитые камелии, напомню, что «Дама с камелиями» это пьеса Дюма-сына, прогремевшая на парижской сцене по музыку, по которой написал Джузеппе Верди и она стала известна в виде оперы «Травиата». Одна из самых-самых популярных хитовых опер по всей Европе и в Соединенных Штатах в конце 1750-х годов, в центре которой находится судьба вот такой вот публичной падшей женщины. Или «Дамы полусвета», или «Деми Монт», по-французски говоря, очень много, вы видите, очень много каликс французского, потому что стандарты в культурной жизни и в сексуальной жизни в середине 19-го века задавала для всей Европы и для Российской империи, конечно же, Франция и Париж центр мира. Для той эпохи. Это абсолютно непреложный факт. Поэтому вот такие названия у этих женщин, они по-русски назывались содержанками и, конечно же, это самые дорогие женщины. Их могли себе позволить очень состоятельные мужчины, потому что как происходило общение с этими женщинами? Для них нужно, мужчина должен был нанять квартиру. Очень часто знакомство происходило в том же борделе или где-то на частной квартире и постепенно эта женщина выбиралась из этого злачного места. Кавалер, богатый человек, находил ей квартиру и, собственно, посещал ее в тайне от семьи, как правило, на этой квартире, хотя иногда это были и холостяки. Ну вот самый такой популярный случай, самый известный с точки зрения истории русской культуры, это, например, роман Николая Алексеевича Некрасова, нашего великого поэта, с танцовщицей французского балета в Петербурге Селиной Лефрен, с которой Некрасов сошелся после ухода Авдотья Яковна Панаева и его гражданской жены в 1961 году. И вот несколько лет Некрасов содержал Селину Лефрен, которая постепенно даже бросила, по-моему, сцену, бросила балет и уже жила полностью на содержание Некрасова. Он очень много денег тратил, несколько тысяч в год, рублей он тратил, это задокументировано, на содержание Селины. Ну и, в общем, мы знаем тоже многочисленные такие связи и много содержанок изображенного Достоевского. Ну, в царской семье масса было таких содержанок. это просто то, что задокументировано, потому что, понятное дело, более-менее обеспеченный чиновник, который получал от 5 тысяч рублей в год жалований или дворянин, который получал доход с имения или купцы, например, массово десятками, сотнями пользовались услугами вот таких содержанок. Теперь мы переходим к самой душесчипательной и разрывающей, так сказать, сердце истории. Я обещал вам и, естественно, исполняю обещание. Дело в том, что вот на этой иллюстрации для одна из немногих, очень редкая картина Николая Шильдера «Искушение» 1957 года, демонстрирующая то, как тетка или маман или мадама уговаривает, видите, на этой картине девушку, собственно, согласиться на оказание услуг, потому что очевидно, ее мать умирает и у нее не будет источника средств к существованию, поэтому все, что и остается этой несчастной девушке, согласиться и стать одной из многих грешниц очевидного в каком-то доме терпимости. И вот сейчас это, собственно, вот то, что я сказал, это очень близко практически один к одному судьба Терезы Карловны Грюнвальд, судя по всему, петербургской немки, которая известна нам по своему роману и сожительству с известным русским критиком Николаем Добролюбовым, начиная с конца 1956-го, начало 1957-го года, вот на протяжении трех лет у них завязались отношения, сначала в борделе, а потом уже на съемной квартире. Вот, собственно, почему я решил рассказать о Терезе Карловне, потому что это единственный известный мне и всем специалистам, других пока неизвестно, кейсов, случаев реальных, совершенно задокументированных вот такой очень трагичной судьбы женщины, которая примерно с 17-18 лет вышла на панель, хотя была изначально из хорошей семьи, судя по всем документам, и что важно, что самое главное, женщины, история женщины, от которой сохранилась вот такая пачка писем. Писем к Добролюбовой, вот я не могу сказать, собственно, что-то не быть голословным, вот книжка, они очень толстые, больше 200 страниц, которые я опубликовал в прошлом году, все сохранившиеся письма Терезы к Добролюбову, они лежали в архиве, их никто не публиковал, потому что в советское время это было невозможно опубликовать, на это было наложено ветот, запрет, это считалось каким-то сотрясением основ, да, из-за ханжиста советской культуры коммунистической, и вот сейчас, слава Богу, уже в постсоветское время никаких препонов, преград у меня не было, чтобы пока, во всяком случае, опубликовать эти письма, разумеется, с маркером 16, а то и 18+, что мы, почему эти письма уникальны, и чем они уникальны, вот сейчас мы об этом поговорим, и вы увидите, что из этих писем рисуется буквально вот та повседневная жизнь, какой жила конкретная, совершенно исторически достоверно существовавшая женщина, занимавшаяся торговлей собой. Ее жизнь, с одной стороны, типична, с другой стороны, вы можете сказать, что, конечно, она нетипична, если мы берем за среднее по больнице судьбу женщины с сенной площадью, но, разумеется, судьба Терезы, как вы увидите, сейчас сложилась еще более-менее неплохо, она не умерла в 25 лет, судя по документам, от истощения, от туберкулеза, продолжительность жизни женщин сенной была крайне мистой, для этого не нужно быть историком, чтобы дойти до такой простой мысли. Несколько лет работы на сенной, каждый день по 10-20 клиентов, и женщина через несколько лет превращалась в старуху, эти случаи задокументированы врачами, уже в конце 60-80-х годов, и они просто умирали от целого букета болезней, в том числе венерических болезней. Заражая клиентов, продолжая заражать клиентов, потому что, напоминаю вам, никаких антибиотиков не существовало, сифилис был известен, но там не все возбудители были открыты еще, в общем, никакого нормального серьезного лечения венерических заболеваний не существовало, только всякие палеотипы, типа ртути, прикладывание каких-то растворов и прочее, и прочее. Короче говоря, до 12 лет Тереза, судя по ее письмам и по разным, я не буду сейчас в подробности входить документам, жила более-менее нормально в семье, в немецкой семье, она знала русский, получила, видимо, неплохое, ну, какое-то базовое образование, потому что она довольно грамотно писала по-немецки и в то же время владела русским языком, я покажу потом цитаты, вы увидите, ну, немножко с ошибками, но тем не менее, но примерно в там 12-13 лет что-то случилось в ее семье, какая-то катастрофа, мы не знаем, что там случилось, но, как Чернышевский свидетельствует, друг ближайшего Добролюбова, родители, родные плохо поступили с ней, возможно, они выгнали ее сами зарабатывать на жизнь, возможно, они что-то, у них произошел какой-то конфликт, но так или иначе Тереза ушла из семьи, хотя отец ее продолжал жить в Петербурге, она об этом упоминает, и она даже как-то пыталась с ним там в какой-то момент попросить у него денег, но безуспешно. И вот она оказывается сначала на съемной квартире в одной из комнат и начинает принимать клиентов. Вот здесь с ней знакомится Николай Добролюбов, который, начиная с третьего-четвертого курса главного педагогического института, чтобы удовлетворить, так сказать, свои человеческие потребности, примерно раз в месяц, чаще очень дорого, за 2-3 рубля очень дорого, извините, при стоимости батонов 6 копеек, колбасы в 45-50 копеек, 2-3 рубля в месяц, это максимум, что мог позволить себе Добролюбов для сексуальных утех, и вот он ездил в один из таких, на одну из таких квартир, где он и познакомился с Терезой Карловой, и как-то она ему приглянулась, он, видимо, как это часто бывало с молодыми людьми, студентами, в то время у нас есть и другие кейсы, и другие траектории такие, он и начал испытывать к ней нечто вроде любви, мы, так сказать, не можем точно сказать, что это было за чувство, но какая-то привязанность у него начала формироваться к ней, и он стал требовать, чтобы она поменьше брала других клиентов, чтобы она как-то больше уделяла внимание ему, хотя как можно было требовать, если он сам ездил раз в месяц, она не могла простаивать, тетка на этой квартире не разрешила бы ей просто так простаивать, конечно, если бы Добролюбов платил больше, то да, но тем не менее, пока он не мог платить больше, он еще не нашел себе нормальной работы. Как только Добролюбов нашел себе работу в современнике, в журнале, стал зарабатывать хотя бы там рублей по тысячу в год, тогда считалось не в месяц, а в год, ну то есть несколько сотен в год, в месяц, он решает совершить очень важный и, так сказать, символический для того времени шаг, особенно для молодого человека, радикальных республиканских взглядов, порвавшегося своей священнической семьей, он был из Поповичей, очень именитых нижегородских, Добролюбов решает вытащить Терезу из публичного дома, в который она перешла буквально там через несколько месяцев после их знакомства, и он ее потерял. Он приходит на квартиру, он описывает это в дневнике, а ее там нет, он пытается выяснить адрес, ему дает тетка-адрес хозяйка и говорит, что ну вот ищи ее там в доме Никитина на Крюковом канале, тоже такое известное было, известное место в районе Коломна, не путать с городом Коломна, в Петербурге район значит получается, что к западу от Невского проспекта в то время, ну ближе к заливу финскому, довольно такой ниже среднего, для бедноты район, вот там располагалось очень много публичных домов или домов доходных, где в квартирах можно было зарабатывать сексом. Короче говоря, вот Добролюбов туда направился, там он нашел Терезу, и вот тут-то он уже имея деньжата, решает ее окончательно выкупить, и он оплатил ее 25 рублей долгу, большая очень сумма, 25 рублей. Вот столько у нее накапливался долг перед хозяйкой, это, кстати, очень характерная черта жизни всех женщин в борделях и на квартирах под присмотром теток. Тетки эксплуатировали девушек, обманывали их, начисляли им лишние долги, записывали в эти амбарные книги за ними лишние долги, манипулировали ими так, что девушка обрастала долгами и не могла просто уйти, потому что если ты в долгу, у нее забирался паспорт, это фактически разновидность сексуального рабства в тех условиях, в тех реалиях. И все, и женщина не могла покинуть публичный дом, у нее большой долг. Вот Добролюбов выкупает Терезу и спасает ее, и очень он этим гордился, и даже хвастался перед друзьями своими, однокурсниками, что в рамках вот этой в духе идеологии спасения падших женщин, очень популярной тогда в середине 19 века, он совершил это благодеяние. Что они дальше делали? Тереза переходит в другой разряд, она перестает быть обитательницей вот этого притона, этой квартиры, и она становится содержантой. Конечно же, с поправкой на то, что ее содержатель, Добролюбов не очень богат, но небольшую квартирку недалеко от своей съемной квартиры на Невском проспекте, то есть на главной артерии Петербурга, ему удается снять, там две комнаты у них было, судя по всему, и примерно 15 минут ходьбы от Добролюбова к Терезе. И примерно месяцев 10-11 они вот так вот прожили, пока у них не случилось охлаждения. Что там случилось точно непонятно, я потом, сейчас уже мы подходим к концу, я самую, так сказать, клубничную, если угодно, часть приберегаю, вот все время оттягиваем, сейчас мы к ней подойдем. У них должен был родиться ребенок, но не родился, скажу, это сейчас. И Добролюбов в общем решает, что нет, он не хочет больше продолжать эти отношения, а она бы хотела, естественно, потому что ей это выгодно, она выбралась из публичного дома, но, к счастью, Добролюбов ее не бросил, он поддерживает ее деньгами, он отчисляет, посылает ей каждый месяц там по несколько десятков рублей на пропитание, чтобы она не вернулась снова к торговле тела. И в 1960 году она решает под воздействием подруги уехать в Дерпт, современный Тарту, на территории современной Эстонии, тогда часть империи, якобы для того, чтобы начать там новую жизнь в немецкоязычной среде, да, там 90% населения говорило по-немецки, ее родной язык, и она хотела там начать учиться на акушерку, стать побивальной бабкой или акушеркой, как сейчас говорят. До сих пор точно непонятно, выучилась ли она там на акушерку, но, судя по всему, она какое-то время училась, потом попала там под суд за некоторые долги, и вот дальше следы уже после 1663 года, и следы Терезы теряются, и мне не удалось дальше проследить, она исчезает со всех радаров, и невозможно сказать, вернулась она на основу к проституции или нет. Но так или иначе, что мы можем еще сказать о ее жизни, если уже сменим немножко угол зрения и посмотрим не на какие-то шаги биографические, не на какие-то факты, а на то, как протекала буквально на повседневном уровне, день за днем, ее жизнь, чем она занималась, что с ней произошло, вы видите картину, картины Николая Ярошенко выгнали, гувернантка беременная, вот нечто похожее произошло с Терезой Карлом, но обо всем сейчас по порядку, и время чуть-чуть у нас еще есть, я сейчас успею самое интересное рассказать, дело в том, что день женщины в борделе и на квартире был более-менее похож на один на другой, днем девушки отсыпались, довольно поздно вставали, день начинался как минимум после 12, после полудня, расхаживались в 4-5, к вечеру начинали съезжаться клиенты во второй половине дня, Добролюбов тоже ездил скорее во второй половине дня, привозил с собой иногда конфетки, иногда какие-то орехи, иногда какие-то сладости мог привозить, ну, минимально, пока денег мало было, собственно, дальше к вечеру, как вы догадываетесь, начиналась все самое главное, работа, и в общем этот один день был похож на другой, вот когда Тереза становится уже Содержанкой, жизнь Содержанки, конечно, выглядит иначе, у тебя один мужчина, ну, по крайней мере, если мы берем какой-то промежуток времени, когда Содержанка живет на довольстве у одного мужчины, и тебе нужно как-то занять день до его приезда, может быть, он не каждый день к тебе приезжает, Добролюбов, очевидно, не каждый день к ней приходил, потому что ему нужно было много работать, вот, а если вы были чиновник, то вам нужно было быть в присутствии, да, на службе, если вы военный, то вообще-то тоже, редко кто мог себе позволить целый день прохлаждаться у Содержанки. Чем можно было себя занять? Вот Тереза занимала себя тем, что помимо принятия клиента, да, своего кавалера, она апстировала его. Естественно, мы говорим о такой содержанке невысокого уровня, такой, которая была вынуждена обслуживать какие-то потребности мужчины хозяйству. Либо сама она стирала белье, либо она отдавала прачки, прачка приходила, забирала белье, шла на Неву, или там специальные колонки, где можно было постираться, скорее всего, на Неве эти стиральные были устроены, или на каналах, в Петербурге. Дальше, шила, вышивала. Она упоминает, что она вышила ковер небольшой, примерно 2 на 1,5 метра. Она научилась это делать, может быть, с детства ее мать этому учила. Она могла штопать рубашки для Добролюбова, этим тоже можно было женщине заниматься, и даже в какой-то момент уже в Дерпте, в Тарту она начала на заказ что-то подшивать. Шитье, это было такое чисто женское занятие для вот таких мещанок среднего достатка или, наоборот, ниже среднего в середине 19 века. Если время оставалось, то возникает вопрос, как она могла проводить свободное время, что мы знаем об этом. Она пыталась читать, поскольку она была грамотной, а очень небольшой процент публичных женщин тогда в Петербурге были грамотными. Ну, там, не больше, наверное, 10-15 процентов были грамотные, и понятное дело, что чем элитнее содержанка, тем больше вероятность, что она была грамотная, просто потому, что человеку более высокого положения, мужчине более высокого положения было важно и выгодно иметь все-таки женщину на своем довольстве, с которой можно было показаться в свете. То есть, желательно, чтобы она была грамотной, знала языки, могла себя держать, как-то знала правила этикеты. Вот с Терезой нельзя было казаться Добролюбову в свете, он скрывал ее, потому что он показал ее только буквально двум-трем близким друзьям, потому что она, конечно, не была обучена манером, она была очень болтлива, судя по всему, говорлива, она говорила с ошибками, но она пыталась читать, она просит у Добролюбова прислать ей журналы отечественной записки современника «Колокол», запрещенный эмигрантский издаваемый Герценом в Лондоне журнал. И несколько учебников она каких-то у него просит, непонятно каких, но вот он, видимо, с ней мог обсуждать свои какие-то литературные дела, какие-то разговоры у них даже, возможно, были на такие интеллектуальные темы, то есть она была женщина не глупая. Ну и наконец, мы точно знаем, что она иногда выходила на увеселительные гуляния, когда Добролюбов работал, или она уезжала, или он уезжал куда-то по делам, она ходила на смоленские гуляния, такая была традиция в Петербурге и в крупных городах, там на выходные базары были, торговля, под Рождество, если это календарный какой-то праздник, елки выставлялись, сладости продавались, в общем, она несколько раз упоминает, что она выходила на такие гуляния с какими-то своими знакомицами, тоже немками, кстати. Как обстояло дело в плане быта физиологического? Дело в том, что когда мы смотрим на ее письма, и вот если бы у нас были другого, сохранились письма от других женщин, то мы бы сразу увидели, что вообще в середине XIX века, в отличие от нашей эпохи современной, существовал почти тотальный запрет на письме, в литературе, в документах обсуждать женскую физиологию. К сожалению, я не могу похвастаться, что в этих текстах какие-то откровения есть в плане физиологии, в плане описания сексуальности. Женщины были очень целомудренны, подчеркиваю, не в реальном поведении, секс естественно был, и все, что люди делают друг с другом, все это было. И названия для этого были, но найти текст из той эпохи, в котором это все бы называлось своими именами, и все было бы четко описано, практически невозможно. Все, что у нас есть, я об этом буду говорить на своем курсе, сейчас у меня уже нет времени говорить, это в основном мужской взгляд, похабный взгляд, то, что сейчас называется эротикой или порнографией, а вот взгляд со стороны женщины, его невозможно найти. И вот вы видите, вот даже возьмем несколько отрывков из писем Терезы, она ему постоянно добролюбову жалуется на что? На то, что она болеет. К сожалению, это вот нам сейчас, может быть, это не совсем вяжется с нашим представлением о существовании тела человеческого, но в середине 19 века женщины такой профессии постоянно испытывали недомогание, у них постоянно что-то болело. Практически в каждом письме с интервалом несколько недель, а то буквально она написала через день-два, есть такой короткий интервал, Тереза жалуется, что у нее болят уши, у нее лихорадка, у нее недомогание, у нее слабость, у нее значит в одном из писем она упоминает, что у нее осложнение после аборта, сейчас дойдем до аборта, то есть вот эта женская физиология и в большей степени чем мужская, как мне представляется по документам, она отражает именно уязвимость женщин перед болезнями, перед напастями, просто потому, что здесь дополнительно к очень низкому уровню медицины того времени, возникает еще и бремя ее профессии, она испортила себе здоровье совершенно очевидно, проработав несколько лет в публичном доме, при этом у нее, вы видите, из третьей цитаты маленькие ручки, довольно маленькие руки, которые в акушерской клинике считают достоинством, потому что для того, чтобы принимать роды, нужны видимо по технологии того времени маленькие руки, и это выгодно, ее вот с удовольствием принимают, если верить ее словам, заниматься этим ремеслом. Менструация. Это еще одна очень важная часть женской физиологии, как мы знаем, менструации, менструальные циклы, и это уникальный, я вот тут я могу точно сказать, что вопреки заявлению многих-многих историков повседневной жизни 19 века, которые жалуются на то, что им не удавалось найти свидетельство и буквальное называние менструации или месячных в простонародье, вот мне удалось найти в этих письмах действительно очень редкое для 19 века упоминание о месячных, банально потому, что Тереза легко себе домыслить, что она могла специально писать Добролюбову о том, что у нее месячные, вы видите на экране в этот статус, просто потому, что она не могла его принять в этот письм. Точно так же в борделях женщины, ну, об этом писем не сохранилось, но просто понятно, что если у женщины были месячные, то она могла, это было законной причиной отказаться на хотя бы, не знаю, дня на 4-5, а то и может быть на неделю, если сильные, от клиентов. И тетки, и мадам принимали этого внимания, потому что они были заинтересованы, так сказать, в том, чтобы клиенты не жаловались. Предсказую. Короче говоря, вы видите, что она называет месячными, или еще называлась, ну, естественно, не медицинским термином, менструация, который уже позже вошел в обиход, ну, и в простонародье не мог циркулировать, а регулы. Регулы с французского слова, калька с французского, вот в письмах французской публичной женщины Эмилии, с которой в Париже добролюбово была связь, вот она называет там тоже ситуацию, говорит, что все, вот у меня регул, я не могу, так сказать. Ну, и, наконец, последняя, так сказать, вишенка на торте, уж извините, да, опять же, такой нехороший каламбур сказкобрезный, но еще одно уникальное свидетельство частной личной жизни, вот женщины, ну, и, в принципе, это касается любой женщины, это не только женщина публичная, да, могла попасть в эту ситуацию, но, естественно, что чаще всего в ситуации беременности оказывались содержанки или публичные женщины. Вот Тереза попала тоже в эту ситуацию, она забеременела, это произошло в летом 1858 года, судя по всему, от Добролюбова, он сомневался в этом, он считал, что она, пока он уехал в санаторий на воды в Старую Руссу, она принимала кого-то еще, она вернулась опять за старое взялась, и он ее упрекал в этом, но, видимо, безосновательно, она реально забеременела, и под нажимом Добролюбова она решила, что нужно прервать эту беременность, он не захотел иметь ребенка. Что она сделала? Это тоже уникальный документ, потому что уникальное свидетельство, что вообще аборты были запрещены до 1917 года, потом в советское время их разрешили, сейчас, вы знаете, опять идут какие-то дискуссии в России, что надо опять запретить, ну вот, запрещай, не запрещай, а все было запрещено, аборты все делали, и вот как она сделала аборт? Сначала она пришла к доктору, доктор отказался, врач ее принял, сказал, что не, ни в коем случае, законник такой, законопослушный, ни за какие деньги он не захотел это делать. Тогда что она сделала? Естественно, она по каким-то каналам узнала, кто делает эти аборты, это были те же самые бабки-повитухи, которые одновременно и принимали роды, и могли и оказывать такие секретные услуги, стоило это дорого, там 20-25 рублей сделать аборт, это огромные деньги, я уже говорил про ценообразование 1950-х годов, и вот она нашла такую тетку, ну точнее бабушке, как их называли, она называет бабушкой, и та, что сделала? Та с помощью тугого-тугого бинтования и с помощью спиц удалила плод. это жутко болезненная процедура, судя по жалобам Терезы, она чуть не умерла, она жалуется, что она еле выжила после этого, она долго восстанавливалась, и она очень потом сожалела, что она все-таки сделала аборт и постоянно попрекала Добролюбова тем, что у них был бы сейчас ребеночек, и она был, у нее вместо Добролюбова был бы заменой Добролюбову вот такой вот маленький ребеночек, который она бы растила, и она, судя по всему, она очень хотела иметь детей, и у нее было, возможно, у нее был еще до этого аборт, я точно это не смог установить, но это тоже легко себе представить, что женщины публичные в то время по несколько раз были вымешаны абортирами. Ну вот, я думаю, что поскольку время наше истекло, час у нас был отведен на эту промо-лекцию, в курсе, на наших курсах с Традариуми мы говорим подольше и обсуждаем подольше, ну поэтому я сейчас закругляюсь, и вот так вот выглядело, и подведу итоги, что так выглядело день за днем, или вот если говорить об абортах, вот такие, в виде таких экстраординарных курс-мажорных обстоятельств, жизнь обитательниц, которые до сих пор, обитательниц публичных домов и частных квартир, которые во многом до сих пор остаются в тени, потому что, еще раз повторю, мы очень мало документов имеем в нашем распоряжении, а художественные произведения, к сожалению, не всегда надежный источник, как бы душесчипательно, как бы пронзительно, как бы красиво и стилистически превосходно у Достоевского, Толстого, Панаева или Куприна не были описаны драматические обстоятельства жизни публичных женщин. Все, сейчас, если у нас есть вопросы, то я готов на них ответить. Сейчас, секундочку. Вот, я вижу, да, в чате у нас несколько интересных вопросов. Давайте я сейчас пройдусь по хронологии. Диана спрашивает, подскажите, насколько выделяется по статистике падшие мужчины. Наверняка они были, но если женщина есть информация в той же литературе, то если что-то мужчина. Действительно, вопрос жутко интересный, да, потому что все, что касается мужчин, оказывавших услуги, интимные другим мужчинам, еще более запретная и табуированная. Информация для XIX века тоже, и сейчас, да, мы знаем про это, что тоже запретная стала уже, но свидетельства некоторые есть. Есть исследования о гомосексуальной культуре в имперской России, но источников в разы меньше. Есть исследование Дэна Хилле, могу вам порекомендовать, это одно из лучших научных исследований, не какое-то там, да, публицистическое перемывание косточек мужчинам, а именно основанное на фактах, архивных источниках, мемуарах, вот, свидетельства, начиная примерно с, даже с конца XVIII века есть источники, да, указывающие на то, что были места специальные в Петербурге, обычно в Бани и в Москве, где мужчины могли найти других мужчин. Ну, а вот вы спрашиваете еще о мужчинах, оказывающих услуги женщинам, вот таких источников практически нет. То есть это, понимаете, тут как бы у нас же существовало и до сих пор существует гендерная симметрия, да, мужчинам все, женщинам ничего, двойной стандарт так называемый, возможности мужчин гораздо выше, эти не середины XIX века, это так, вот, и мужчинам больше позволено, вместо женщины у Камина, да, рожать детей, вот эта вся идеология, патриархальная, это факт, исторический, поэтому мне неизвестны случаи, когда мужчины оказывали услуги женщинам. То есть понятно, что, может быть, были какие-то, там, я помню один рассказ Чехова, я забыл, как называется, где женщина вступает в связь, довольно обеспеченно вступает в связь с батраком, работником, это, к слову, да, сюжет там, романа Дэвида Герберта Лоуренса уже в 20 веке, или сюжет всяких порнографических, эротических произведений XIX века, но документов у нас практически нет, я повторяю. Это все художественная такая литература. Дальше едем. Елена спрашивает, насколько выделялись внешнеуличные женщины, были они заметны, прохожим, и что бы надо было, чтобы их определить. Они выделялись. Вот помните, там вначале я показывал картину одинокой женщины на заставке была в черном, выставившая ножку. Здесь сразу два показателя, что эта женщина продается. Во-первых, она одна. Женщина, благородная, воспитанная, добропорядочная женщина в России XIX века не могла передвигаться в одиночку по запруженной людьми улице. По крайней мере, до чуть более демократичного периода конца XIX века, когда уже началось перемешивание со словами. Но если женщина шла одна по улице и была одета так себе или наоборот была очень хорошо одета, то это верный признак того, что она, скорее всего, легко согласится на секс. женщина, то есть женщина, иными словами, порядочная женщина ходила с мужчинами, ходила с компаньонкой, с служанкой, с горничной, понимаете? Или, конечно, вы скажете, а как же крестьянки ходили, солдатки, мещанки? Вот они могли ходить в одиночку, но они одевались соответствующим образом, они там шли с какими-то кузовками, с бельем, с какими-то тарой какой-то. Но и опять же по источникам мы знаем, что такие женщины, низкого происхождения, даже если они не хотели сами себя продавать, они часто подвергались сексуализированной насилию со стороны мужчин, потому что из-за двойного стандарта, из-за гендерной асимметрии и правовой асимметрии эти женщины были ничем не защищены, они были легко доступны, они были объектами насилия для мужчин. на этом очень часто часто встречается ситуация, когда горничную, секс с горничной, с гувернанткой, да, это мы и по литературе знаем, и по документам, по воспоминаниям людей 19 века, это сплошь и ряд, сплошь и ряд. Вот, дальше, есть ли какой-то принцип или идея, почему вы не используете термин секс-работница? Да, объясню, я сегодня ни разу, по-моему, не использовал его и в книжке тоже, по-моему, всего два-три раза использую. Дело в том, что секс-работница мне не подходит по одной простой причине. Для середины 19 века он практически не адекватен тем реалиям, которые существовали. В крайнем случае секс-работница секс-работницей можно назвать только содержантом. То есть, самую фешенебельную категорию женщин, которые целенаправленно продавали, оказывали вот такие услуги за деньги. По своей доброй воле, например. Но и то с оговоркой. Почему я говорю, что это реальные середины 19 века плохо согласуются с этим термином, потому что сейчас я смотрел, что думают современные исследователи именно про наше время. Вот сейчас есть целая категория действительно секс-работниц в полном смысле этого слова, которые не проходя через круги ада поначалу, как в 19 веке, как правило, было, сразу же становятся, начинают оказывать такого рода сексуальные услуги, их выделяют в отдельную категорию секс-работниц. Для современности это больше применение. То есть их рассматривают как часть рынка труда, как бы это цинично не звучало. Ну и эскортницы, да, тоже такая категория. А вот для середины 19 века я уверен, что этот термин плохо очень работает и только для содержанных соговорок. Дальше еще Елена там спрашивает, как обычно складывалась траектория таких женщин, куда они сперва попадали сразу на улицу, это была низшая ступень, после которой только смерть 25 лет. Так, я не очень понял, каких женщин. Видимо, за что-то там зацеплялся к чему-то вопрос. А, уличный, да, это продолжение вопроса предыдущего, Елены, уличные. Ой, ну там много было, конечно, траекторий, в основном это, к сожалению, вот для таких уличных самых дешевых, это самая печальная траектория, когда женщина сразу же из, сразу же там лет в 16, 17, 18, а то и раньше, выходила на улицу, потому что банально в семье не было денег на еду. И вот здесь хороший пример, действительно адекватный, это Соня Мармеладова из преступления наказания или Лиза из записки с подполья у Достоевского, когда мы видим, что еще не достигнут совершеннолетия, девушка вынуждена и толкаема изнутри своей семьи сразу же на панель. Вот. И это на 95% естественно низшие сословия, стоящие на нижних ступенях социальной лестницы, то есть это либо мещане, либо разночинцы, либо очень бедные дворяне, как в случае с семьей Мармеладова, когда уже просто вся мебель распродана, все в долгах как в шелках и чем-то нужно детей кормить и себя содержать. Ну и разумеется, тут как бы очень много всяких вариаций, да, как кто пополнял, из каких типов семей пополняли ряды вот такие девушки беднейшие. Анонимный там участник спрашивает, современное замужество в общем-то для многих женщин протекает с такими же повседневными заботами, но это не вопрос. Вот Вера спрашивает, часто ли в источниках фиксировалась беременность публичных женщин? Что происходило с детьми, если женщины оставляли ребенка? Эти дети, допустим, могли расти какое-то время при... Сейчас, извините. Сейчас, одну секунду. Сейчас, я туда нажал. эти дети, допустим, могли расти какое-то время при публичных домах или же государство их забирало в приюты. Да, с детьми и с беременностью это очень важная тема и большая. Я коротко скажу, что в врачебных документах время от времени отражались, отражаются факты беременности и прерывания беременности. И если ребенок рождался, если это был не аборт, то таких детей, естественно, отдавали в сиротские воспитательные дома. Так называли в 19 веке воспитательный дом. Вот в Москве самый большой воспитательный дом находился сейчас находился на набережной Москва-реки в Китай-городе. Это с западной части Китай-городская стена сейчас, с юга Москва-река, справа Садовое кольцо. Там огромный дом стоит в конце 18 века, он за забором сейчас. Там несколько тысяч таких детей, в том числе от женщин публичных содержалось с конца 18 века и вот туда по любому поводу родившиеся дети туда задавались от тех, кто не хотел собственно или не мог часто просто даже материально не мог содержать. Так, друзья, значит вот еще один последний вопрос, потому что мы уже исчерпали регламенты, лимиты все. Интересно, есть ли в общем доступе рееста публичных домов, в том числе на квартирах или справочных достопримечательных заведений. Но если вы имеете в виду середину 19 века, современный я не знаю, сразу скажу, а про 19 век есть, но его не так просто найти, это нужно смотреть книги исследователей или краеведов по Петербургу и Москве, вот для Петербурга есть замечательная работа Князькина «Проституция в Петербурге», я ее использую, она, по-моему, есть в сети, вот там расписаны все районы, по всем, там собрано большое количество источников, там расписаны все злачные районы, иногда упоминается даже название публичных домов, но все равно максимально полной информации до сих пор не существует по середине 19 века, потому что до сих пор нет ни одного обобщающего исследования, которым бы проработаны были все архивные фонды. Ну что, друзья, я еще раз всех благодарю, очень большой интерес вызвала, как мне кажется, эта тема, и я буквально пару слов скажу, что в качестве самой рекламы, извините, но если вам интересно дальше, то приходите на мой курс, мы стартуем, мы стартуем, вот вы видите, на следующей неделе, будет много разговоров о сексе, об уротике и вообще о том, как изображалась в литературе, любовь, порнографии будет мало, хотя тоже будет, да, будет разным, сразу говорю, вот вы можете посмотреть программу, на сайте у нас все есть, здесь на слайде есть, будут факты из истории, обязательно, не только литература, но, конечно, главным образом я буду говорить все-таки о великой классической русской литературе, которую мы, к сожалению, не всегда правильно читаем и иногда не замечаем просто те места, где на самом деле описывается, например, плотская любовь, и вот у нас будет возможность с вами поговорить о таких фрагментах очень известных произведениях и перечитать эти фрагменты, под лупой на них посмотреть и увидеть, что там на самом деле гораздо больше сказано, чем написано. Все, всем всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok